Тот человек, который пришел на место Александра Голобродского, временно будет его замещать, помощник депутата Веселовской. Как вы к этому относитесь и что вы можете по этому поводу сказать? Я могу сказать, что сегодня ситуация, которая склалась на колокольчик в Центр захиста творений, для меня, для человека, который заявил свое положение, как человека, который на ситуации должен быть, как городской глава, который был выбран людьми и теми, что считают, что нужно проводить эфтаназию агрессивных и невеликольно хорих петлин, а также теми людьми, которые считают, что невеликольно хорих петлин нужно утримать до их смерти и агрессивных петлин также должны утримать на предприятии. Я сказал о том, что сегодня ситуация для меня нагадывает борьбу за место директора, на это коммунальное предприятие, чем борьбу за тварин в городе Миколаево. Поэтому сегодня, на самом деле, так, створилась такая ситуация, что предыдущий руководитель за последние 2-2 года своей работы на самом деле была проведена автоназия лишь один раз одними тварини. Агрессивные тварини находились в клитках, и фактически випускать их там не можно было, и они уже там много времени находились не социализированы в этих вольерах. Кількість вольерів у нас обмежена, и до этого ситуация могла идти, и фактически она пришла. Я сегодня не хотел бы займать жодної сторони, на это есть правоохранные формы. Когда правоохранные органы дадут мне рекомендации щодо отстранения тієї или другого особи в виде оконания ее посадовых об обязанных, или оконания ее об обязанных директоров, тогда мне будет отстранено эту человеку и призначено на эту об обязанную другую. Но это не будет человеку, которая будет отправиться мне от нее или другую стороной. Это будет работник предприятия, который имеет административные обязанности. А вы обращались в правоохранительные органы, да? Надаются документы и так далее. А после блокировки, а после предприятия, которые идут, обращались не в правоохранительные органы? Мною особисто не было звернений до правоохранительных органов. Есть сегодня профильные заступники. И мне сегодня кажется, что блокирование работы этого предприятия, воно приводит до зворотного эффекта. Первое, есть насправді агрессивные тварины, которые сегодня продолжают кидаться на людей. Эти тварины мы сегодня не отложим. Второе, есть трупы тварины, которые их убивают авто, или они гинут на улице, и их нужно подбирать и работать с ними. И так же, если блокируется работа предприятия, то это не происходит. Ну и третье, вообще, это не допустимо, когда блокируют, призначьте нашу людину, иначе мы будем блокировать предприятия. Зачекайте, что это такое? Это терроризм. Это терроризм, это блокирование работы государственных установ, предприятий, организаций для получения какой-то выгоду. Меня особисто, уже не ображают, даже та писанина, всеукраинских ЗМИ, про то, что Сенкевич, живодер и так далее. Меня это вообще, ну, сначала меня это ображало, потом меня это, как так сказать, сбуджало, потом я до этого, ну, до этого меня не относится, на самом деле. Я с жодным чином не живодер. Поэтому сегодня я считаю, что люди, которые создадут ситуацию, когда предприятие не может функционировать, то, пожалуйста, давайте двоих-трих людей, что-то спостерегайте, поставим им в степці, нехай сидят и смотрят, что происходит сегодня на предприятии. Как выполняется работа, как выполняется господарская деятельность предприятия. Так, будь вас.